Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Биткоин упал. Если вы смотрели мое вчерашнее видео, вы знаете, я там задавался вопросом продавать-не продавать. И нужно было продать, конечно. К сожалению, хорошая у меня была позиция на биткоине, но все упало. В этом видео сделаем теханализ биткоина. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик, пишите в комментариях, какую монету мне проанализировать, или задавайте другие вопросы. Ну и давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем торговый аккаунт. Вчера было 759 тысяч, на сегодня 730, минус 29 тысяч долларов. Но тем не менее, я в плюсе по неделе. Была 701 тысяча, но максимум 759 был. По месяцу было 643, 730 теперь. Это плюс почти 90 тысяч долларов. Посмотрите, какое падение на биткоине. И вчера я думал, что нужно было закрыть позицию. Это было бы умное решение. Посмотреть, как я раньше торговал. Где я купил, продал. Продал по 65, купил по 52. Продал по 62, купил 59. Продал и так далее. И сделка в плюсе на 12200. А было плюс 30 тысяч долларов вчера. Поэтому падение довольно сильное. Заплатил комиссии по фандингу 600 долларов. Заработал 12200. И смотрите также, что я держу на споте. USDT 51%. MCRT 17%. Dogecoin 14%. WorldCoin 10%. Uniswap 7%. MCRT на 93 900. Минус 2%. Dogecoin минус 4%. WorldCoin минус 4%. Uniswap минус 7%. Какое падение на рынке. Это не только биткоин падает. Альткоины падают. Фондовый рынок тоже. Вчера упал. Смотрите. Goat минус 7%. Uniswap минус 5%. Ethereum минус 5% NVIDIA. Meta минус 4%. Это мы говорим про миллиарды долларов, которые ушли вчера с рынка. Tesla минус 3%. Да все упало. Что это за новости такие вышли, которые так уронили рынок. Открываем теперь график биткоина. Мое предсказание восходящего клина, к сожалению, отработало. На недельном стахастик в перекупленности. Но мы выходили вверх из этой большой чашки с ручкой. И этого огромного бычьего флага. Два больших паттерна на графике. И оба бычьи. Криптогуру бот держит сигнал на покупку, который он дал в феврале 23 года. Хорошее было время покупать, когда биткоин стоил 16 тысяч. Биткоин индикатор бот дал сигнал на покупку. Две недели назад. До сих пор его держит. Стохастик направлен вверх. Теперь давайте перейдем на дневной. Восходящий клин. Да. Клин восходящий. Отработал. Двойная вершина на стахастике. Видите, вот он, восходящий клин. Так работает давление, давление вниз, выходим. И вчера я думал, что пробьем, не пробьем. И поставил торговую идею на 69. 600. Все-таки отрабатывает этот восходящий клин. Давайте еще на 4 часа глянем. Да, нужно было, конечно, фиксироваться. Но здесь был бычий флаг еще. Но большой восходящий клин формируется. Видите его? Вот он. Внутри. Давление, давление. Вниз, выходим. Моя торговая идея вчера не активировалась, но биткоин подходил близко. Опускался на 69.719. Заявку мы ставили на 69.616. Совсем немного не хватило, чтобы сработала эта торговая идея. На дневном перекупленность. Основная поддержка на биткоине будет здесь. Я бы опустил цену входа. Не забываем поставить стоп-лосс. Такую сделку можно было бы открыть. Цена входа 68.700. Стоп-лосс на 67.500. Тейк профит на 104 тысячи. Риск 1200 долларов. Заработать можно 36.200. С десятом плечом заработайте 360 тысяч долларов. Но на графике восходящий клин. Это не бьютифл, честно говоря. Потому что можем измерить расстояние, на которое выйдем, если биткоин все-таки пробьет вниз этот клин. Биткоин может опуститься на куда? 62 тысячи. Не бьютифл. Однозначно. Вчера был хороший момент, чтобы позакрывать это все на 73 тысячи. Так, конечно, падение на биткоине. 3 тысячи долларов. 6 биткоинов по 3 тысячи. Получаем минус 18 тысяч. Не зафиксированной прибыли. Но похоже, что отработает этот восходящий клин. Поэтому я бы опустил цену входа на 62 тысячи. Риск тысячи долларов. Заработать можно 42-100. С десятом плечом торгуйте. Заработайте 420 тысяч долларов. Цена входа 62-800. Стоп-лосс 61-800. И тейк профит на 104. Я, пожалуй, закрою позицию на биткоине. И дальше посмотрим на альткоины. Закрываю. С прибылью почти 12 тысяч. Но все равно неплохо. Ставлю заявку на 62. Зайдем на 10 биткоинов. По 62 тысячи. Размер позиции будет 620 тысяч долларов. И вот, смотрите. История моих трейдов на биткоине. Показываю. Вот они. Плюс 11 тысяч. Это только что закрыл. Но нужно было, конечно... Было нужно... Что? Нужно было... В 30 тысяч профита закрываться. Вчера. До этого 26 тысяч прибыли. 23, 27, 22, минус 6, плюс 12. Вот мои трейды на биткоине. Там все почти в профите. Прекрасно. И поставил заявку на 62. Давайте зайдем на 20 биткоинов. По 62. 20 биткоинов. 62 тысячи. Это будет... Давайте посмотрим, что это будет. 20 биткоинов по 62 тысячи. Заходим в лонг. Размер позиции 1,2 миллиона долларов. По 62 тысячи. Теперь посмотрим на альткоины. Доджкоин. Ворлд. Все-то, конечно, тоже упало. Потому что биткоин. Ну давайте глянем на графики. Что там конкретно. Открываем доджкоин. Додж пробил этот восходящий... Да. Давайте на дневном посмотрим. Пробил этот восходящий треугольник. Давайте новый уже нарисуем. Сопротивление. Здесь так. Это может быть теперь канал. Да. Остановился на сопротивлении. Сильное сопротивление здесь. На 17 центов. Откроем 4 часа. Может быть там какие-то паттерны. 4-х часовой. Что-то тут формируется. Тоже восходящий клин. Тоже восходящий клин. Ну посмотрим еще. Если мы можем провести трендовую линию. Но все-таки канал. Лучший момент купить доджкоин. Это по 14. Пауза. 14 центов. 14.33. На 76 тысяч у меня доджкоина. А вчера было на 86. К сожалению. Давайте продавать. По текущей цене. На 76 тысяч долларов. Продаем. Давайте посмотрим. Исполнится ли заявка. Да. Продается. Продал весь доджкоин. И теперь хочу взять снова. По 14.33. Давайте купим. По 14.33. 0.14. Не, подождите. Не туда. 0.14.33. Давайте купим на 60 тысяч долларов. По 14.33. Покупаем. На 60 тысяч доджкоина. По 0.14.33. Покупаем по этой цене. На 60 тысяч долларов. Подтверждаем. Теперь. Ворлдкоин. Давайте посмотрим. На 54 тысячи. Доллар 90. Тоже. Вниз пошел. Трендовая для ворлдкоина. Близко. Торговая идея закрылась по стоп-лоссу. Но основная поддержка на ворлдкоине. Это. О, посмотрите. Уже почти вся прибыль обнулится. Вниз идет. Я думаю, что они просто печатают деньги для выборов. Чтобы Байден и Харрис остались. Доллар 30. Хороший уровень для покупки ворлдкоина. Короче, продаю ворлдкоин тоже. По текущей цене. Закрываю. И поставим заявку на доллар 35. Доллар 35. Купим на 50 тысяч долларов. По доллар 35. Подтверждаем. И исполняется моя заявка на продажу. Все продаю. Медленно продается. Пока что не исполнилось еще меньше половины. Так, с доджкоином и ворлдкоином разобрались. Теперь. Юнисвап. Где он? 7 долларов 60. Минус 6 процентов. Какое падение это на альткоинах. И на акциях тоже. Очень опасно. На самом деле. Это Юнисвап. Видите? На недельном. Нехорошая свеча. Вся прибыль, которая была в течение недели. Все обнуляется. Идем обратно. С 8.70 упали на 7.40. И здесь трендовая линия. Но похоже, что будет вниз выходить. Поэтому, скорее всего, мы снова пойдем на эту поддержку на 5.60. 5.60. Я продаю Юни. Я покупал на 30 тысяч. А продаю на 38. По текущей цене. И буду перезаходить. По 5.60. На 5 долларов 60 центов. Купим на 50 тысяч. А, нет. Подождите. Купить. На 50 тысяч долларов. На 50. По 5.60. Хорошо. Вот я расставил. Юнисвап по 5.60. Ну и заявка на продажу еще исполняется. А, подождите. Что-то не то. Еще не закрыто. Это не та заявка. Надо продать Юни по текущей цене. Давайте подождем. Закроется, не закроется. В общем, поставил на продажу Юни, расставил ордера по Юнисвапу, Ворлдкоину и Доджкоину. И теперь я почти полностью в кэше. МСРТ у меня только, который я не продаю. Я ранее инвестор в этом проекте. Но остальное это кэш. 729 тысяч. Только что закрыл позицию на биткоине. Продаю альткоины. Еще не все продалось. Юнисвап пока что остается. Но не похоже, чтобы продавалось 7.60. Упал ниже. Но давайте продадим, что осталось по текущей цене. Заполняется. 23.200. Ну хорошо. Все, продано. Продал Ворлдкоин Юни. А, нет. Ворлдкоин тоже пока что не продан. Цена пошла вниз. Нужно тоже поставить новую заявку. Еще раз. Попробую продать. Хорошо, все продано. И стоят заявки на покупку. Юни Ворлдкоин Доджкоин. Остальное все в кэше. Из токенов только МСРТ. Все остальное кэш. Также поставил заявку на биткоине. На деривативах. По 62 тысячи. Покупки-продажи на биткоине мои. Идеальные. Посмотрим, как будет в этот раз. Нужно, конечно, было продать вчера еще. Биткоин упадет? Упадет. Джеймс, хорошее видео. Сделай теханализ Ворлдкоина. Я только что все продал. Чтобы купить ниже. Обучаешь ли ты трейдингу на фьючерсах? Да. Пройдите мои курсы. Джеймс, посмотри на Бретт. Привет из Узбекистана. Пожалуйста, Юни. Только что сделал. Ворлдкоин тоже сделал. Я следую твоим советам. Скажи, почему ты не покупал эфир? Будет падение. Возможно. Докс. Привет, Джеймс. Ты не выбрал победителя конкурса. Напомните, какого. Могу ли я смотреть твои курсы с айфона? Ну, конечно. На этом все на сегодня. Присоединяйтесь к телеграмму. Я буду все продавать в день выборов. Кто-то пишет. Ворлдкоин я продал. Поставил новые заявки. Присоединяйтесь, в общем, к этому телеграмму. Там постоянно есть трейдеры онлайн. Есть с кем пообщаться. И под видео полезные ссылки. Торгуйте на Bybit. Получайте бонус. На Coin.W тоже бонус. И проходите мои курсы по трейдингу. И присоединяйтесь к телеграмму. Всех люблю, обнимаю. Всем хороших выходных. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Я полностью в кэше. Торгую я осторожно. Нужно было, конечно, вчера закрыться. По 73. Сейчас нужно торговать аккуратно, потому что скоро выборы. Всем хорошего дня и увидимся завтра.